Ну что, друзья, всем привет, добро пожаловать в новое видео, и сегодня у нас вторая часть прошедшего КВК Трех Королевств, которую я отыграл на своем собственном аккаунте, разбирая вкуснейшие цели в соло. Вот гильдия 9 львы, откуда я разобрал первую цель в прошлом видео, но сейчас буду уничтожать всех остальных, потому что все они стоят без контрразведки, с огроменным количеством войск, еще при этом на полной фирме. Это, похоже, просто боты. Иду тестировать фалангу игрока с 7 миллионами войск, практически в фулл Т4, надеюсь, будет какая-нибудь кавалерийская. Очень хочется залететь туда стрелочками, вот главное, чтоб не пехотная. Стену я ему пронес, давайте просканим и посмотрим, что у него пошло в бойку. Он там, кстати, практически самый жирный замок в этом уле, есть, конечно, один еще жирнее, у которого 10 миллионов войск, но мы им, пожалуй, закончим. Так, здесь оказалась стрелковая фаланга, ну, в принципе, окей, может быть, даже стрелковый клин, что будет еще лучше. Хочется посмотреть, смогу ли я вообще оттуда выйти. Все-таки 7 миллионов Т4 войск, звучит страшно, но я его пробиваю и выживают у меня только осадки. В принципе, неудивительно, пронес я ему миллион 200 тысяч стрелков, нифига себе, ну, там, да, были Т2, Т3 войска в небольшом количестве, примерно по 200 тысяч каждого типа, а Т4 по полтора ляма. И вот больше на этот замок я идти не решился, потому что, чтобы пронести всю его переднюю линию, то есть, чтобы добить его стрелков, нужно еще где-то сделать 3-4 соло-атаки своих луков, потому что пехотой идти на него нет смысла, потому что я просто сяду, пехи у меня слабые, они не выживают, там, тем более всего лишь 3 фамильяра, насколько вы помните. А, видите, стрелками я буду проносить, ну, где-то по примерно 500 тысяч Т4 за атаку, вот поэтому слишком дорого это выйдет по ресурсам. Я, короче, оставил этого паренька на потом. Я позову потом Продатая, который является аккаунтом с максимальной прокачкой, и вместе с ним мы добьем и этот замок, и тот, у которого 10 миллионов войск, потому что туда я, наверное, не пойду со своего, все-таки выжить с моими статами там нереально. Так, сейчас я разбираю замочек с 500 тысячами каждого Т4, довольно-таки успешно. Бью его чисто луками, и он разваливается, по-моему, даже на пехотной фаланге. Да, там была пехфала, это предпоследняя атака, после которой остались только стрелки, и я пошел добирать их пехоты без лидера. Там еще осталось 5 замков без щита с войсками, осталось только выбрать, какого из них обнулять следующим. Там есть замочек, по-моему, тоже где-то с 7 миллионами войск, но Т3 плюс Т2. Тем не менее, нужно будет прочекать фалангу перед ударом для более красивого отчета. Есть несколько замков вот таких вот, буквально на 1-2 атаки, но здесь мы, наверное, заберем лидера сразу, всего лишь 200к. А вот замочек немножечко потолще, там 100 миллионов силы, и при этом 4 ляма войск Т3, Т2, Т1. Думаю, за 2 атаки мы его должны разобрать, причем пофиг, на какой он фаланге. Подлетаю к нему поближе, хотя, в принципе, телепорт можно было и не тратить, но у меня их 400 штук, поэтому могу себе позволить. И здесь получается вот такой вот отчетик на минус 31 миллион силы, причем луками в пехотную фалангу, пожалуй, самый противный для меня вариант. Но видите, как быстро разбираются цели без Т4. Здесь Т4 не открытая, только Т3, Т2 войска. Две атаки, и цель закончилась. 4 миллиона киллов практически на халяву. Так, замочек 400 миллионов силы, мы, пожалуй, пока что пройдем мимо. И перейдем к замочку 180 миллионов силы. Вот тут рядом сначала 50 лямов, много войск тут быть не может, даже не стал сканить. Просто отправляем стрелковую атаку и забираем все, что у него было. Вот здесь вот более-менее интересный состав, я уже о нем говорил. Это замок тоже без Т4, но там по ляму Т3 и по ляму Т2. Идут тестировать построение, проношу ему стену. Взял не так уж и много осадок, всего лишь 50 тысяч. Надеюсь, этого хватит. Стена там всего лишь 600 тысяч прочности. Где-то на одну треть прокачана до максимума. Так, пехота пошла в больницу, да, стену я ему пронес. Но давайте-ка сделаем еще одну атаку, так на всякий случай. Потому что бывают такие ситуации, когда проносишь стену не с первого залпа. И в итоге пехота противника успевает выбежать вперед стены. И второй залп осадок летит именно в пехоту. Хотя фаланга могла бы быть там какая-нибудь стрелковая или кавалерийская. Но такие случаи обычно бывают тогда, когда стена прокачана на максимум. Ну или хотя бы там миллион пятьсот тысяч прочности. Здесь в итоге все-таки действительно оказалась пехотная фаланга. Все я протестировал правильно с первого раза. И сейчас немножечко меняю дивизион на каву, потому что в пехоту, конечно, стрелками заходить не хочется, когда у противника семь миллионов войск. Здесь нужно проверить свою кавалерию, которой я давно подобные цели не обнулял. Потому что кава у меня вообще без астролита. Да, фамильяры на каву у меня есть. И ледокрыл, и горгансюан. Ну, сама по себе кава у меня гораздо слабее, чем стрелки. Но, тем не менее, со всей пехотой справилась, причем за одну атаку. Теперь там остались только кавалеристы и луки, которых я вполне успешно сейчас должен буду добить стрелками. Возможно, даже с одной атаки. Но нет, скорее всего, там что-то останется. Я все-таки сделаю третью атаку из пехоты, даже, возможно, без лидера. Да, всего лишь 400 тысяч войск. Но, смотрите, два отчета на минус 40 миллионов силы. Очень вкусная цель. И теперь остались только здоровяки. Вот 450 миллионов силы. И тот замок, который я еще не добил. Там, где пробил его, еле-еле выжив, только на осадках. Но еще 7 миллионов войск там осталось. Ну, чуть-чуть поменьше. В принципе, можно рискнуть соло-атакой на замок с 10 миллионами войск. Но только при одном условии. Если там кавалерийское построение. Но, к сожалению, там оказывается пехотная фаланга. Видите, в больницу отправляется пехота. Ну и тут, конечно, нужно бить кавой. А кавой я, ну, 100% не выйду. Из 10 миллионов, по большей части, до 4-х войск. Ну и, как я и говорил, зову на помощь Праду из гильдии К++. И он своей замакшенной кавой, вот с таким вот сетом, залетает и пробивает в соло пропорцию с 10 миллионами войск. Но я, в принципе, не удивлен. Я ему и написал, что он 100% пробьет. Он тоже решил попробовать. А почему бы и нет? Раз уж есть такая возможность. Ну и вот его первый отчетик. Выжил он, кстати, только на осадках. Что и говорит о том, что я бы оттуда вообще бы никак не вышел. Даже близко. Еще одна кавалерийская атака, скорее всего, добьет оставшуюся пехоту. И далее можно будет бить стрелочками. Но, по-моему, он пошел второй атакой из стрелков. Сделал это слишком рано. И я тоже отправил луков. Думал, что сейчас пехота там закончится. Но я врезался в пехов. Их было еще приличное количество. Кстати, я в 7 миллионов войск зашел, между прочим. Да, пехоты практически не было. Но я выжил не только на осадках. Вот не знаю, если бы я отправил луков первой атакой. Может быть, я бы и не растворился. Как вы думаете? Может быть, я бы тоже вышел на осадках. Мои луки не такие уж и слабые. Ну, конечно, если сравнивать с Кавой и Прадой, то ОЗ просаживается прям конкретно. Наверное, процентов на 250 у нас разница в ОЗ. Но луки, они сами по себе более живучие, чем Кава. Вы это прекрасно знаете. И у меня сет практически полностью застроличен. Вот сейчас у меня остались только кубки и броня Чемпа. Броня у меня 7-го левела, кубки там 2-го, 3-го. Все остальное 12-го. Луки на данный момент у меня 1300% атаки. Ну, там, может быть, чуть-чуть не дотягивает. 1285. Ну, плюс-минус. С титулом, с фортом, по-моему, 1300. Так, добивает Прада Тай оставшиеся войска у этого бедолаги. Я так понимаю, это была последняя атака. Ну и все. Переходим к следующей цели, которую я не добил и оставил на десерт. Но не себе. Опять же, оставляю это Праде. Все-таки лучше добивать стрелковую фалу именно пехотными атаками. Так и отчеты будут гораздо красивее, чем биться луками в луков. Но у меня, к сожалению, нет другого выбора. И вот видите, чисто такой стрелочный воин. У которого прокачаны только стрелки. Я могу воевать исключительно ими. Моя кава может разбирать замки только, видите, без 104 войск на ферме. Тогда да, получить красивые отчеты кавой в пехов можно. Ну а здесь, что кава, что пехота просто сядет. И видите, такие цели, конечно, нужно разбирать универсальными аккаунтами, где есть все. Так, Прада Тай добивает эту цель. Там остались только пехотинцы и кавалеристы. 700 тысяч, то есть две атаки и лидер будет пойман. Друзья, на этом видео подошло к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Ну а я вам желаю удачи и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok